В соответствии с законодательством фонд является закупщиком медицинских услуг как гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, так и в рамках системы социального медицинского страхования. 7 сентября размещено объявление на веб-сайте фонда о том, что начинается процедура формирования базы данных потенциальных поставщиков. До 13 сентября все желающие потенциальные поставщики, будь то государственные или частные организации, должны подать заявку. Это очень простая заявка, там всего три документа. Это заявление установленного образца, свидетельство о госрегистрации юридического лица или это индивидуальный предприниматель, также удостоверение личности для индивидуального предпринимателя, копия лицензии на медицинскую деятельность, а также необходимо предоставить сведения о работниках потенциального поставщика, которые будут ответственны за информационные системы. Сама процедура формирования базы завершится 13 сентября, но в случае, если в течение года будут появляться новые желающие участвовать в оказании медицинской помощи или будут размещаться дополнительные объемы, то в течение года можно будет подавать заявки. Этот срок не привязан к каким-то датам. При оказании медицинской помощи, к примеру, медицинская организация будет нуждаться в привлечении услуг соисполнителя. К примеру, нет возможности оказать какую-то медицинскую услугу, нет какого-то оборудования или специалиста, то медицинская организация сможет заключить договор на оказание вот таких услуг соисполнения только среди тех организаций, которые в эту базу вошли. Таким образом, формирование базы данных — это определенная квалификация, отбор поставщиков, которые имеют право на оказание медицинской помощи. С этого года начинается двухэтапная процедура закупа медицинских услуг, и формирование базы данных — это как раз-таки первый этап. Дальнейшее заключение договоров, размещение объемов будет осуществляться среди тех организаций, которые вошли в эту базу данных. Поэтому данная база данных представляет больше интереса поставщикам, чем пациентам. Для пациентов больше интерес будет иметь список медицинских организаций, с которыми фонд заключил договора. Это будет другой список.